Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем с вами изучение Торы. Наша недельная глава называется Межпатим. Законы. И у нас сегодня законы об отношении детей с родителями. И страшная ситуация, что ребенок может ударить своих родителей. И ответственность наступает с 13 лет. Уже с этого возраста суд имеет право их наказывать. То есть мальчик 13 лет, девочка 12 лет, они уже взрослые. Если не бьют своих родителей. И были этому свидетели, которые предупреждают, что этого делать нельзя. Нанесить увечья своим родителям, сделать им ушиб или кровь пустить. В общем, нанести тяжелые увечья. То суд в этом случае, если свидетели это подтверждают. И они были четко осведомлены, что это делать нельзя. И поняли, и согласились, и все равно продолжили. Суд имеет право приговорить их к смертной казни. Такое суровое наказание. И другая ситуация. Человек проклинает. Естественно, с именем Ашема проклинает своих родителей. Тоже мальчик с 13, девочка тоже с 12 лет. В общем, такое дело. Их предупреждали, что этого делать нельзя. И вы очень плохо поступаете. И нельзя проклинать. И с именем Всевышнего страшное дело. Он говорит, все равно знаю. И двум свидетелям отвечает, что я буду это делать. И продолжает. То в этом случае суд имеет право их приговорить к смертной казни. Вот такое суровое наказание. Есть у нас в Торе расписан случай, когда человек проклинал имя, имя Всевышнего. Когда мы жили в пустыне в Стане, то один человек пришел и расположился на территории колена Дана. Парень из колена Дана сказал ему, что это колено Дана. И ты имеешь право жить в Днестана. Сюда не имеешь право прийти. Он говорит, что у меня мама из колена Дана. Папа у него не был евреем. То есть все он имеет право жить в другом территории, но не на территории колена Дана. Тот ему это объяснил. И они ссорились. И этот человек проклинал имя Всевышнего. И Маше не знал, что с ним делать. Его привели к Маше. И Маше не знает, как поступать в таком случае. И Всевышний говорит, так как он так поступал, проклинал имя, то его следует вывезти от Стана и забить камнями. Вот такая ситуация. И так с ним и сделали. В общем, настолько это серьезное дело, проклятие. Теперь так. Значит, у нас есть разные виды компенсации за физический ущерб. Значит, если человек избил другого человека, то подрались они, то написано, что он обязан уплатить ему за перерыв в работе его и полностью вылечить его. Из-за этого наши мудрецы говорят, что мы учим обращаться к врачам нужно. Не надо надеяться на Всевышнего. Надо обращаться к врачам и лечиться. Вот так. Однажды раби Акива и раби Ишмаэль шли по Иерусалиму. К ним обратился человек и спросил. Спросил у них, как мне быть, я все болею, как мне излечиться. И они ему посоветовали, им посоветовали лекарства, как их принимать. Все ему четко объяснили. А он им сказал. Говорит, а от кого эта болезнь приходит? Они сказали от Всевышнего. Он говорит, так почему же вы пытаетесь вмешаться в его дела? Если он дает болезнь, он сам должен населять. Почему вы мне следуете брать лекарства и лечиться? А они ему сказали, а какая твоя специальность? Он говорит, я крестьянин. Они говорят, вот ты выращиваешь плоды. И как они растут? Кто это делает, чтобы они у тебя росли? Он говорит, Ашем. Ашем все делает. Говорит, так почему же ты тогда обрабатываешь землю, убираешь камни и удобряешь? Почему ты это делаешь? Ведь раз это прерогатива Всевышнего, то он должен все делать. Говорит, да, но если я этого не буду делать, то тогда ничего мы не получим. Никакого урожая не будет. Вот ты сам ответил на свой вопрос. Человек обязан выполнять свою задачу, которую Всевышний ему поставил. И не надо надеяться, что Всевышний будет что-то делать для тебя. Тем более, понятно, что мы знаем, что есть случаи, когда Всевышний исцеляет весь народ и лечит. Понятно, мы знаем, что это было в пустыне, что Мельян, допустим, была поражена проказой за то, что она не то сказала. Не то сказала жене Маше. Маше взял жену, кушетку, она это сказала. В общем, и было наказано. И Маше так молится, просит Всевышнего, чтобы Всевышний ее просто взял и исцелил. На ровном месте она уже все здорова. Но надо же быть таким, как Маше, надо быть таким, как Мельяна. Это же заслужить. И поэтому надо просто стараться выполнять те запады, которые мы обязаны и все. И не надо надеяться, что Всевышний вот так нас спасет. Теперь смотрим. Если человек что-то украл, он просто должен вернуть украденное. Это в первую очередь. И потом уплатить еще столько же, сколько стоит украденному человеку, компенсировать то, что он украл, все. Но если той вещи, которую он украл, уже нет, то он обязан вернуть просто ее двойную цену. Такой закон. А вот если, допустим, он украл быка. Человек украл быка. То написано, что он уплатит стоимость пяти быков за одного быка. А если это овца, написано, что уплатит стоимость четырех овец. И почему так? Наши мудрецы пишут, потому что эти животные полностью жизненно необходимы. Потому что на быке он работает, овцу он тоже получает, он шерсть, молоко. И поэтому без этого он жить не может. Это просто его лишит заработка и всего. Поэтому больше он уплатит за быка или за овцу. А почему разница между быком и овцой? Почему за быка пять, а за овцу четыре? Я говорю, что бык все-таки более ценное животное. С другой стороны, есть комментарий, что если человек украл быка, он же его ведет за собой, бык на нем ушел. В принципе, ему это не так стыдно. А когда он берет овцу, он же не может с собой ее везти. Иначе он ее хватает на плечи и несет. И у него еще происходит мочеиспускание. В общем, он уже один раз запозорен. Поэтому это Всевышний учитывает. И поэтому четыре овцы он вернет в случае, если украл овцу. А если животное найдено у него живым, который он украл, то уплатит двойную стоимость. Вот такой закон. Вот так. То есть разница есть. И интересно, что в еврейской традиции, если вор что-то украл, он платит двойную цену. Но если грабитель, который кого-то грабит, написано, что он платит одну цену. То есть вернул то, что оно награблено, и все. И не на ему еще и стоимость возвращать. Почему так? Написано, что человек, который ворует, то он боится только человека, у которого воруют. А Всевышнего он не боится. А грабителям как-то по-другому, что вот он очевидно боится Всевышнего. Не знаю, как это сказать. Потому что другого комментария нет. Пишется вот так, что грабитель платит одну стоимость. Что все-таки он... Что он Всевышнего, наверное, боится. Не знаю. Трудно сказать. Такой удивительный комментарий. Так написано. Как есть, так есть. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Рок был дан за поднятие души Берта Батесаэль, Павел Бенефим, Самуил Бенгерш, памяти Ури Бенхаритон, Медель Бенмедель, Яков Беннахум, Владимир Бенгригорий, Здоровье Светлана Батклара, Шимон Бенцхак, Борис Беннария, Анна Батривка, Полина Перв Батсоня Сура, Лена Батклара, Женя Батрида, Анна Бат Елена, Ефим Бенестер, Двоя Рават Мириам, Моисей Бен Ева, Ирина Батвуэра, Йосиф Бенраиса, Инесса Батмаэль, Евгений Бенберт, Евгений Батита, Фира Батана, Геннадий Бенелена, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бенцара, Таня Батфрида, Ида Батриева, Вадим Бенцатьяна, Юлия Батбела, Яков Йосиф Бенрахель, Шимон Бенмира, Фейга Батберта, Ася Батгода, Марк Беннина, Ира Батвера, Лерна Бенклара, Равель Бенклара, Хана Цепора Батцара, Ида Бенхая Авива, Ефим Бенцоня, Майя Батфаина, Алексей Бен Ольга, Гая Батвадим, Мазлова Сазгула, Ирина Батури, Арон Ребенури, Заросший дух Арон Ребен, Двой родни Збинахум, Авигаль Батцара, Хана Батаврагам, Рафаэль, Ариэлем Бен Лариса, Парасай Брют, Ларина Бенрая, Моша Бен Маня, Марина Батрая, Анна Бат Александра, Борис Беннарина, Парасакова нам мазал то, что мы в это время не грешили, учили Тору. Всем все самое на лучшее, всем желаю крепчайшего здоровья, и пусть скоро закончится страшная война, и до следующих встреч. Надеюсь, встретиться завтра в 15 часов. Шалом!